Офигеть, что там происходит? Третий что ли альфач? Да, третий альфач, что за жесть! Ахаха, ну это уже просто, я не знаю, как это понимать? Кто-нибудь мне объяснит, как вот это понимать? Вот эти две глазастые твари у меня на хвосте. Всем здорова, друзья, с вами Пауча, это игра Ark Survival Evolved. Мы продолжаем играть с модом Аномнаки на карте Центр. Между серией, может быть вы заметили, у меня выросли защитные растения. Растения Икс. Многое времени провел, ждал пока они вырастут и фармил удобрения. И смотрите, как я прокачал, в общем я сгонял, добыл по эликсирчику опыта. И каждому мужику не пожалел, вхреначил этот эликсир. Смотрите, сколько вылезает в него, у него еще место есть. Я задолбался, у Фиоми там задницу разорвало, сколько я добыл из нее говняшек. Вот этот вообще жесткий, вообще жесткий, смотрите. Это просто трындец. И тоже место свободное есть. Настолько много уже добыл, что вот еще остаток какой. Ну как бы, ладно, почему-то у меня все время голод. У меня есть подозрение, что это из-за вот этих вот бафов, вот снизу справа. Из-за этой одежды, которая на мне одета. Ну как бы, это только подозрение. Смотрите, что я построил, пока тут фармил из жуков удобрения. Решил сделать второй этаж. Не стал закрывать до конца. Ну, конечно, можно было, чтобы дождя не было. Ну, не стал. Мне показалось, что так будет посимпатичнее, что ли. Ну, вот такой вот второй этаж, комфортный. Здесь можно будет что-то разместить. Я тут поставил кроватки, тут. И, в принципе, это все, что я успел сделать. И какую-то живность разместил. Мне кажется, прикольно. И также я сгонял на синем дреке. Пришлось пару раз живность перереспавнить. И фармил головы дракона. Вот раз головушка. И вот два. Кстати, пока не забыл, хочу добавить, что вот со следующей серии мы будем вставлять там не 20-30 комментариев, как до этого было. А буду выбирать 3 или 5 самых таких интересных комментариев. Каких-нибудь полезных, либо прикольные какие-то имена для Дина. Ну, либо просто ржачные какие-нибудь комментарии. Вот. Так что будет у нас теперь рубрика ТОП КОММЕНТ. Почитал я комментарии и выбрал. Получается, под прошлой серией просили назвать некоторых динозавров. И под этой серией попросили назвать. Обязательно назовем. Начнем с выдры. Попросили назвать ее Рики. В честь Рики Тикитави, которая дралась со змеей. Ну, конечно, давайте назовем. Не проблема. Так. Действия. Переименовать. Русская раскладка стоит. Рики. Мне кажется, что очень даже прикольно. Вот так вот теперь. Выдра Рики. Попросили назвать Птера Арнольд. Даже не знаю, какого назвать. Давайте назову самого главного. Потому что его-то я точно не аннигилирую. Так. Арнольд. Все. За ним просто я слежу больше всего. Потому что качать других уже не хочется. Они только на всякий случай. Также попросили назвать любое животное в честь подписчика Дима Орлов. Конечно, я слабо себе представляю животное с именем Дима Орлов. И зря ты мне дал такую свободу, Дима Орлов. Я же могу назвать, например, Фиомию. Ну ладно, я не буду делать такую бяку. Назову в твою честь Оника. Он же крутой. Он реально крутой. Посмотри на него. Дима Орлов. Оник Дима Орлов. Ладно, окей. И последнее животное, которое попросили назвать. Это Спинозавр. Сейчас я вот на лифте только спущусь. Спустился. Быстрый лифт. У меня столько ХП, что я могу себе это позволить. Попросили назвать Спину Ледышка. Мне нравится это имя. Прикольно. Все. У нас теперь есть Спину Ледышка. Я, кстати, не кисло так его прокачал. Также я неплохо прокачал Базилозавра. Но не в топ. Давайте какое-то. Медиум. О, большая зелька. Давайте дадим 40 уровней. Мне кажется, вот так уже можно. Как видите, я ничего не вкачиваю ни в скорость. Вес я не помню. Пару-тройку уровней может вкачал. Невыносливость она и так огромная. В здоровье до сотки довел. С 60 что ли. Он как-то быстро. Там тоже 5-6 уровней. Все. Я хреначу в урон. Пока делаются лечилки. Поставим. Видите, я уже сколько патронов сделал. Постепенно ставлю. По многу прям не получается делать. Потому что не так уж быстро переплавляется в уголь у нас дерево. Я бы сказал, совсем не быстро. Так, здесь я что делаю? Здесь я как раз делаю порох. Погнали. И вот таким незамысловатым способом 1629 я смогу сделать еще 360, 460, 540 что ли получается примерно, да, патронов? Или сколько? По два они делаются? Или по три? По два. 360 патрончиков. Ну, в принципе, я думаю, что можно уже поставить турельки. По 500 в каждую вставить. Для защиты от динозавров, я думаю, что вообще достаточно. Вообще достаточно. Прям предостаточно. Как-то долго я сюда бежал. Больше пешком не пойду нафиг. О, вот оно начинается мясо. Идите сюда, мои дорогие. Я же к вам. О, сразу Тени Экспериенс Пошен пришел к нам. Сейчас мне ортоплевры сломают всю одежду, да? Так. А, эти ребята спят. Это хорошо. Всем спать. Ни а детоксов нет нифига. Всем спать. Ох, засранцы. Со спины кусают. Да. А как-то немного. В прошлый раз больше здесь было. Может, не наспавнилось? Все, что ли? Ничего. Какой ток? Полторы тысячи. И 11 уровней. Вообще нормально. Давайте еще это тоже потратим. Пауки немного так сливаются с местностью, и их не видно. Вообще, не все какие-то такого же цвета, как камни. Ресурсы неинтересно. О, паук своего же там доедает. Ого. Вот это жесть. Хе-хе-хе. Все в кучку. Ура. Вперед. 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 Ортоплевры. Пауки. Блин. У меня аж подлагивать начало. Хе-хе. И сразу фпс. Фиф, до небес поднялся. Живность исчезла. А, я понял, что это за пещера. В нее можно заплыть вот с берега вот отсюда. Сто процентов. Все, теперь я понял. Я здесь был, просто я заплывал вот отсюда. Здесь пляж в сторону, получается, синего обелиска, да. Вообще, я думал, что я здесь найду какой-нибудь артефакт. Или еще что-нибудь интересное. И вот он, синий обелиск, как я и говорил. Мы выплываем к нему. Хитин забираем. 9444 хитина. Очень неплохой лов. И довольно быстро все это получилось. Я доволен. Спасибо. Так, закидываем его весь сюда. И почему я не могу поставить? Потому что я не включил. Все, включаем. Давай-ка мы тебе базила не пожалеем. Еще отдадим зелья. 6 уровней прибавили. О, он еще может качаться. Ну-ка. Еще 5. И он еще может качаться. Офигеть. Почему-то здесь идет бой, да, какой-то. Музыка стоит такая, как будто бой. Ну-ка, базила, посмотрим, сколько теперь лупит. Мне очень интересно. Лид Сихтис с одного хлопка просто. Бам-бам. Манигиляция. Чувствую, ребята. Мы сейчас спустимся в это месиво с Тусатеусами. Но если оно там есть. Потому что я делал респаун. Может быть, это баг был какой-то. Может, еще что-то. Смотрите-ка. Тусиков нет. Значит, это был какой-то баг, что они в таком количестве заспаунились. Вот он. 1, 2, 130. Нет, до хрена. А вот и Альфач. 60. Ну, погнали. По 4,500 вы сейчас будете выстегиваться вообще в момент все. Ой, 2 Альфача. Офигеть. Вот это уже не прикольно. Не прикольно. Но у нас есть лечилки, поэтому выживем, я думаю. Они еще и забафанные. Мальчик и девочка, я так понимаю. Офигеть, что там происходит? Третий, что ли, Альфач? Да, третий Альфач. Что за жесть? Лечимся. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Что происходит, ребята? Базилий конец. Базилий конец и мне конец, скорее всего. Офигеть. Офигеть. Это жесть. Топовый Базила просто слетел. Нафиг слетел. Вот 15 Альфа Тусателл. Сколько их там было? 3-4 Альфа Тусиков. Вообще жесть. Это просто жесть. И мой Мартыху опять санигилировали. Я поплыл с Мартыхой, да ладно? Блин, Мартыха, прости. Она ни за что погибла, реально. Ни за что. Ладно, мы пойдем другим путем. Сейчас мы тогда найдем топового сарказуха. С него можно стрелять под водой. И поищем Мазазавра. 530. А ты? А ты вообще не крокодил. Так. Ну что? А я могу тебя схватить? И он сразу уснул, да? Пираньи его не кусали, интересно? Я не могу посадить Дрейка. На, на. Все, всем по копью, блин. А ты какого уровня? 80-я самка? Да ладно. Закоцали? Нет, не закоцали. Почему ты не встаешь? 769. Ну, в принципе, пойдет. В принципе, пойдет. Выдру оставим. Так. Для себя опять, наверное, оденем повторное. Пираньи починил. Так. Так. Ну и ласты на всякий случай. Отлично. О, Прайм Альфа Мегалодон вон торчит из камня почему-то. Да ладно, он что, застрял? Да ладно. Нет, не застрял. Но ему нас не догнать. Или догнать. Мы пойдем другим путем. Всего хорошего. Я от базы оттащил. Хе-хе-хе-хе. Вот чем хороший крокодил. О, Альфа Лит Сихтис? Да ладно. А сколько у тебя ХП? Так же 4000. Блин, с него же этот скинчик выпадает. Пилотка. Ну-ка. Давай тебя забускаю. Скорее всего, забью. Да, забил. Ой-ой-ой, а это что такое? Ах, вы это видели? Сколько желающих. Офигеть. А мне дали за него опыт? Да, дали. И выпал скин. Хе-хе. Это прикольно. А вот это вот не прикольно, что здесь происходит. Офигеть. Офигеть они какие назойливые. Давайте перестроились. Подход еще один. Погнали. Да, хорошо так кусают. Еще разочек. Я даже не поранил вас. Да ладно. Ладно, остальные неинтересно, в принципе. Вот, кстати, 585 базила. Такой же, как у нас был. Но теперь я не уверен, что он нам нужен. Что это такое? Какая-то подводная река. Текстура в текстуре. Даже стремно как-то подплывать. О, это ж пузырь. Как я мог забыть. Хе-хе-хе. Как я мог забыть про них. Блин, я чуть крокодила не убил из-за этого пузыря. Прикольно. Блин, пузыречки, пузыречки. Блин, они же на карте центр есть. Опа. А вот и мазик. Такой мелкий. Да ладно. Такой нам точно не подойдет. С шестью тысячами здоровья всего лишь. Надо его мочить. Чтобы он здесь не позорился, не плавал. Я никому не буду рассказывать, что тебя съел крокодил. Двадцатый. Да что ты будешь делать, а? Вы что такие мелкие? Ну ладно. Съедим и тебя. Главное тусика не просмотреть. Плезики. Блин, один крупный. Один крупный. Я, наверное, их смогу забить. Они обычно парой. Мальчик и девочка. Из-за этого забафаны. Да? Сейчас второй поплывет. И поймем. Да, по четыреста я стал бить. Это значит, что это мальчик и девочка. Ну давайте. Слушай, а может я тебя ткну? Тык, 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 тык. Давай. Блин, они... Он кружится, а я не попадаю. Давай, во, во. Во. Да ладно. У нас появилась эта хренатень. Появится сейчас, да? На-ка тебе кибл. На-ка тебе седативчик. Принять. Да, там самцы и самки, я так понимаю, что... Ты какого уровня? 150-й. Это, видимо, максимальный, так скажем, да? Но нам такой точно не подойдет, потому что крокодил сильнее наш, чем этот 150-й мазик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прайм-альфа. Мазазавр. Походу, я здесь отгулял свое. 570-й. Прям надо мной. Может рискнуть. Натыкать ему под водой. Ох, как он ускорился. На, в живот, на. На, на, на. Давай, во. Так, и надо остальных куда-то оттащить. И не найти на свою голову прайм-альфу. Попробую-ка я тебя приручить, друг мой. Тайминг седатив. Пока что живем. Принять. Офигеть. Четыре дельфина в него воткнулись. Ну все, иди на базу. У нас теперь есть еще и дунклео неплохой. С топлячком не будет проблем. 125-й. Во. Может вырубить себе еще и удилу? Не будем привередничать. 400-й на река будет максимум фармить. Давай, засыпай. Я же знаю, что тебе хватит уже. Так. А этот такой типа все, не при делах, да? Давай, давай, вали отсюда. Они очень слабенькие. Отлично. Отдаем тебе тоже таблетку. Потому что тебе-то плавать навряд ли. Мы тебя, скорее всего, только вызывать будем. Дом. Отсвистели. Не, не дом, е-мое. Чуть хорошо, что не работает. Он бы сейчас появился там дома. Водная база. Вот это они молодцы поправили, что портал разделяет все-таки водную живность и не дает затупить. Хотя, на самом деле, я был бы за то, чтобы он сейчас сдох, и чтобы я потом не тупил в следующий раз. Плаваю я уже несколько часов. И мозазавры больше. Ну, видимо, 150-й. Это максимальный, которого я видел. Вместе с вами мы его видели. И... Выше только праймы альфы. Ха, 600-ые. Ну, давай смотреть, что там у нас будет по нефти теперь. Первый. 233. Ну, это лучше, чем анкила. Анкила я 80, выбиваю 70. То есть, в принципе, сейчас мы 267. Сейчас мы набьем нефти-то нормально. Плезики нервничают. Но это их, по-моему, предел, на котором они плавают. То есть, я могу над ним проплыть, в принципе, при желании. Да? Загрелся. Я хочу куснуть эту штуку. Вот так. Все, а дальше плавай здесь. Что хочешь, делай мне все равно. Да, здесь прям долина Тусатеутисов. Офигеть, как их много. Это просто офигеть. Жесть. Сюда, если вплывать, то на альфа-мазазавре, на прокаченном, или я не знаю, на ком. Или каким-то чудом томить альфа-тусика. Но каким чудом и как его томить, я не представляю, ребята. Твоя очередь. Непонятное существо. Давай подеремся, может быть, с этой акулой. Ну, как бы... Фиг знает. У него, случайно, не сплэш-атака? Ну-ка, вот бачком. Нет. То есть, надо прям прицеливаться, вот, чтобы съесть рыбу. По 600. А если мы тебя вкачаем? Ну, у него, смотрите, плюс, он быстрый. Я бы даже сказал, что он может быть побыстрее, чем крокодил. Блин, это же этот опять. Альфа-прайм. Как вы мне надоели, а? Конкретно прям надоели. Могу я на нем уплыть от прайма-альфы? Прикиньте, не догоняет. Мы либо с одинаковой скоростью плывем, либо я даже чуть побыстрее. Я побыстрее. Вот это вот у него плюс огромный. Он мне сейчас только что очень сильно понравился. Шикарно. А вот второй альфа-прайм, который вот здесь тусался. Видите, он потемнее. И тоже не может догнать. Вообще нормально. Вот она зона, где почему-то вообще нет никакой водоплавающей живности. И мы не за гранию карты. То есть мы просто на углу. Просто-напросто на углу. И здесь довольно много нефти. Я думаю, что мы поставим здесь портальчик. Это какой жемчуг? Обычный, да? Поставим портальчик и сможем сюда приходить за нефтью и за жемчугом. Вообще здесь спокойно. Если это не какой-то опять баг, но просто это поле халявных ресурсов. Я по-другому не могу это назвать. Подводные ресурсы я его так и назову. И все. О, я слышу опять музыку. Это значит где-то Prime Alpha, да? Да е-мое, ты что-то будешь делать? Откуда ты здесь на такой глубине? Офигеть, да? Вот как? Как? А-ха. Ну это уже просто, я не знаю. Как это понимать? Кто-нибудь мне объяснит, как вот это понимать? Вот эти две глазастые твари у меня на хвосте. Подводный мир Анунаки, это, ребята, слезы. Реально, боль и слезы. А на этом я закончу серию. Если хотите придумать имя динозавру, пишите его в комментариях. Если хотите просто что-то сказать, я тоже буду рад. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok